Добрый вечер! В эфире 12 канала. Итоговый выпуск новостей в студии Константин Лондон. Главное сегодня. Для будущего комфорта смириться с транспортными проблемами сегодня. Вот этот перекресток, улица 70 лет Октября и бульвар архитекторов будет перекрыт уже в эти выходные. Как долго продлится очередной этап реконструкции одной из главных дорог Кривобережья и по каким альтернативным маршрутам пустят движения? Герои на холсте и в жизни. Попала только одна пуля в каску и прикрывая меня, сегодня годовщина гибели моего друга. Выставка с говорящим названием «Свои» объединила художников со всей страны. Счастливый случай решил жилищный вопрос. Оказывается, мечты сбываются. Мы первым хотели вообще ипотеку брать. Победителям социальной акции «Выбирай Россию» вручили документы и ключи на новые квартиры. Пришло тепло и угроза нависла сверху. В самом центре города свисают не просто сосульки, а настоящие снаряды замедленного действия. Как заставить управляющую компанию оперативно почистить крышу и привлечь к ответственности в случае бездействия? Напряжение зашкаливает, эмоции окрыляют скамейку ястребов. Авангард реабилитируется после обидного поражения дома. В городе перекроют один из самых оживленных участков на Левобережье. Столкнуться с транспортными неудобствами о мечам придется уже в ближайшие дни. Это связано с началом следующего этапа большой реконструкции бульвара архитекторов. Чтобы приступить к нему, необходимо закрыть для движения перекресток. С улицы 70 лет октября будут вводиться ограничения на других участках. Как долго продлятся работы и по каким альтернативным схемам пусть и транспорт в материале Юлии Комаровой? Когда берега соединяют не только мосты, но и ежедневные маршруты. Амичка Ирина Родж живет на левом, работает на правом. Два раза в день женщина пересекает бульвар архитекторов. Теперь маршрут придется перестроить. Понятно, что людям придется искать новые маршруты. Это будет усложнять передвижение утром на работу, вечером по своим делам, также вернуться с работы. Но с этим придется мириться, если мы хотим шире дороги и удобнее инфраструктуру. Участок на бульваре архитекторов будет перекрыт 24 марта на три месяца. А это значит, что под ограничение движения транспорта попадает практически вся магистраль. От улицы Крупской вплоть до Волгоградской. Но при этом на пересечении с этими же улицами, Крупской и Волгоградской, проезд для автомобилей останется. Вот этот перекресток улица 70 лет Октября и бульвар архитекторов будет перекрыт уже в эти выходные, в ночь субботы на воскресенье. Помимо альтернативных маршрутов объезда, изменится и работа светофоров. К примеру, на улице 70 лет Октября их 9. И все они будут перенастроены так, чтобы пропускать как можно больше автомобилей на самых загруженных участках. Участок будут ремонтировать. Стоимость реконструкции магистрали почти 2 миллиарда рублей. Здесь будет не только расширена дорога, местами до 6 полос, но и оборудована ливневка, пешеходные велодорожки, произведено масштабное озеленение. Появятся остановки и новые троллейбусные маршруты. Реконструкция магистрали долгожданная. Здесь часто пробки, количества полос не хватает, микрорайон разросся. Вводить перекрытие на участке от улицы 70 лет Октября и до Крупской планируют поэтапно. В подрядной организации будут выставлены блоки непосредственно на самом перекрестке и до дома номер 10 по бульвару архитекторов. Это такой некий первый подэтап, чтобы подрядчик постепенно смог отфрезеровать, отдемонтировать, дать людям привыкнуть, через неделю перейти на следующий подэтап. Что касается перекрытого участка, коснутся изменений пассажиров общественного транспорта. Он поедет по-новому. Даже появится новый 28-й автобус. Он свяжет центр города с Левобережьем. Полный список маршрутов, а также новые схемы движения можно найти на сайте мэрии. Изменения схем с 24 марта затронет 18 маршрутов. Из них 8 муниципальных и 10 частных. Большинство маршрутов, как муниципалов, так и частников, в объезд закрытого участка пойдут по объездным путям. Через улицу Перелета, Крупской, Дмитриева, с выездом на улицу 70 лет Октября и далее по действующим схемам. Для того, чтобы максимально подготовить омичей к предстоящим изменениям, специалисты администрации провели встречи с активными горожанами. Совсем будет неудобно, конечно, но в дальнейшем, я думаю, что нам всем станет комфортно, так как там будет очень хороший проект и будет красивый бульвар. Срок сдачи объекта – начало декабря. И уже в этом году автомобилисты почувствуют преимущество большой, а значит, свободной дороги. Юлия Комарова, Санат Оксанов, 12 канал. Поддержка многодетных семей – новая дорожная техника. Вот лишь часть направлений, куда планируется потратить дополнительные средства из областного бюджета. Корректировки сегодня приняли на заседание законодательного собрания. 426 миллионов направляют многодетным семьям на покупку спортивной школьной формы. В 2024 году размер компенсации составил почти 6 тысяч рублей. Более чем на 2 миллиарда увеличат дорожный фонд. Деньги пойдут на ремонт и содержание магистралей, в том числе обновят технику. 150 миллионов на город и 150 миллионов на область будем выделять ежегодно из дорожного фонда на обновление техники. Посмотрел сейчас в районах технику, конечно, это уже сложно назвать техникой. Поэтому мы эту программу делаем и ежегодно, с следующего года будем технику менять. Телетнюю программу мы запланировали. Виталий Хаценко также отметил, что при распределении дополнительных средств приоритетными были именно те задачи, которые Владимир Путин обозначил, объявляя год семьи. Это расширение мер поддержки многодетных, участников СВО, выполнение обязательств по зарплате бюджетников. Ну а после председатель законодательного собрания региона Александр Артемов оценил итоги выборной кампании в Омской области. Как раз сегодня глава цикла Памфилова огласила окончательную статистику выборов президента. За Владимира Путина проголосовали 87,28% россиян. Окончательная явка на выборах составила более 77% жителей страны. Количество проголосовавших в Омской области превысило миллион человек, а в четырех районах даже восстановлен исторический максимум. Омичи, как и все россияне, поддержали курс президента на созидание, на развитие России, на укрепление национального суверенитета. Это, наверное, правильно говорят, был наш ответ на те шаги, которые делают сегодня недружественные страны по отношению к нашей стране. И, наверное, главным ответом тем, кто ожидал у нас раздрая в российском обществе, получили полную консолидацию страны и полную поддержку курса, одобрение, поддержку курса Владимира Владимировича Путина. О своих близких, друзьях и тех, кто по воле долго оказался в зоне специальной военной операции. Портреты героев СВО. Более 40 произведений художников представили на выставке под названием «Свои». В историческом парке «Россия. Моя история» новый федеральный патриотический проект. Масляные картины на холосте рассказывают о судьбе тех, кто защищает родину. Кто они, откуда, о чем мечтают, узнала Анна Лукинец. Даниил теперь отмечает второй день рождения. В прошлом году в ходе спецоперации освобождал город Артемовск и получил ранение, говорит выставка портретов бойцов СВО, как напоминание о тех событиях. Я был ранен в голову, буквально с пяти метров попал в засаду, противник выскочил из окопа, в упор всадил меня в очередь из автомата, попала только одна пуля в каску. И прикрывая меня, сегодня годовщина гибели моего друга Кости Конунга. На выставке «Свои» представлены уникальные рассказы о героизме и взаимовыручке. Художникам удалось уйти от плакатного изображения хрестоматийных персонажей. Лица и глаза участников СВО живые, а сила воли скрывается вовсе не во внешности, а в характере. На выставке представлено около 40 произведений. Уникальность экспозиции в том, что художники проекта написали портреты своих родных, близких, участников специальной военной операции, а также земляков. Выставка объединила и произведения юных амичей. Эти работы были представлены на конкурсе «Нарисуй защитника Отечества». Олегу 20 пишет в самых сложных техниках. Картина выполнена из угля. Говорит, впервые рисовал с натурой и сразу бойца СВО. Признается, даже руки тряслись. Какие эмоции ты испытал, когда именно увидел его вживую? Гордость за человека. Он воевал под Авдеевкой, и он приехал в отпуск на неделю. И как раз его пригласили на участие в качестве натурщика. Масло, акварель, карандаш. Разные сюжеты, объединенные общей темой. Главная цель этого проекта – напомнить, что с мирной жизнью соседствует другая. Там, где рвутся снаряды, но находится время для поддержки. Несмотря на свой юный возраст, мы должны быть готовы встать на защиту своей Родины. Ну и никогда не бросать своих друзей в тяжелое время. Сегодня в зале у нас молодое поколение. И очень важно, чтобы наши ребята, те, кто будет жить дальше, те, кто будет нести память, они должны помнить. Помнить свою историю, помнить своих героев. Экспозиция «Свои» размещена в конференц-зале мультимедийного парка «Россия. Моя история» и продлится до 4 мая. Вход свободный. Анна Лукинец, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Квадратные метры счастья. Победители социальной акции «Выбирай Россию» сегодня получили документы на свои новые квартиры. Подписание дарственных и торжественное вручение ключей прошло в одном из МФЦ «Левобережье». Недвижимость в новостройке по улице «Первая красная звезда». Это возле Ленинского пляжа. Дом новый построен в 2023 году. Площадь квартир от 29 до 31 квадратного метра. Люди не скрывают искренней радости. Мы приехали сегодня утром рано на электричке. Приехали с такой радостью оформлять собственника квартиры и получать ключи от новой квартиры. Оказывается, мечты сбываются. Мы хотели вообще ипотеку брать. И вот Бог нам дал квартиру. Знаете, на самом деле очень неожиданно было просто получить вот такую квартиру. Никогда вот они верили, что вообще возможно что-то выиграть. А тут вот как-то пришло и непонятно, эмоции какие вообще. Эмоции никакие. Как реагировать непонятно. Социальная акция «Выбирай Россию» проходила в Омске с 15 по 17 марта. Купоны со случайными номерами омичам выдавали в здание, где находились избирательные участки. Итоги акции три раза в день подводили в прямом эфире 12 канала. Победитель определял генератор случайных чисел. Омичам раздали больше 35 миллионов рублей, пять квартир и пять машин. Перешел, увидел, победил. Это про Сергея Звягина, который выиграл свой первый матч во главе «Авангарда». Прошли всего сутки с момента его назначения в качестве исполняющего обязанности главного тренера. И уже есть первая победа. Как прошел матч, расскажет Андрей Блохин. Еще вчера ты, тренер вратареи, сегодня рулевой всей хоккейной команды, пусть и с приставкой исполняющей обязанности. У Звягина просто не было права на ошибку. Третье поражение подряд – это был бы приговор. Наш тренер сыграл с лока в оборонительный хоккей, понимая преимущества хозяев в мощи и физической готовности. Страсть, эмоции, но эмоции под контролем. Терпение, да, вот это вот мужское, где надо нужно вытерпеть, где нужно постоять за себя. Терпение – ключевое слово. В первом периоде команды по разу реализовали большинство. У нас забил частяков. А дальше «Авангард» терпеливо ждал, когда у доминаторов с берегов Волги кончатся силы. Ожидание затянулось на три долгих периода, а в овертайме омская пружина разжалась. Наши поняли, что уголь в топке локомотива иссяк, резко добавили и забили решающий гол. Мы чуть изменили тактику, изменили. В принципе, это не спонтанное решение. Тренера трога думали. Сделали так, в принципе, упростили его в своей зоне. И терпели, терпели, ждали своего шанса. И вот результат такой. Продолжение следует. Матч номер 4 в Ярославле в пятницу. А в воскресенье серия переезжает в Ломск. Выяснение отношений затягивается. Андрей Плохин, Петр Субольников, 12 канал. В Большереченском зоопарке вышел из пячки первый медведь. Это гималайский мишка по имени Малыш. Судя по кадрам, он прекрасно выспался, чувствует себя отлично и с удовольствием принимает водные процедуры. Правда, в силу погодных обстоятельств купаться приходится в снегу. В ближайшее время малыша ждет специальная овощная диета, так как требуется адаптация после зимней спячки, отмечают в зоопарке. И вот какие материалы мы покажем во второй части выпуска. Трасса смерти вновь оправдала свое название. ДТП на Тюменской дороге унесло жизни еще двоих человек. Когда, друзей, целая планета, найдется и работа. Настя, привет! В День людей с синдромом Дауна расскажем, кто и как в Омске помогает солнечным детям шагнуть во взрослую жизнь. Собрать пазл из произведения искусства с ювелирной точностью. Детали нет, но кто лодочки нет. Их даже сравнивают с полотнами, что хранятся в Эрмитаже, как омские реставраторы восстанавливают гравюры, которым больше двух веков. Радио Монте-Карло Музыка мирового класса 106,2 FM в Омске Путешествия по сказкам Алиса в стране чудес Маугли, Аладдин, Бременские музыканты Экзотические животные с царицами тропиков Пумами Грандиозное шоу о добре и любимых сказках в Омском цирке Маг рояля, владеющий виртуозными приемами фортепианной игры Триуфатор 15-го международного конкурса имени Чайковского Неординарный пианист Дмитрий Маслеев С одним из лучших оркестров России Обладающим уникальным исполнительским стилем Уральским филармоническим оркестром Под руководством маэстро Дмитрия Лисса В программе «Жемчужины отечественной классики» 31 марта в концертном зале Если радио, то максимум 105FM в Омске Еще одно ДТП с трагическим исходом на трассе смерти Есть погибшие Водитель иномарки не справился с управлением На скорости влетел в опору освещения После чего машину отбросило на второй стол В результате аварии 20-летнего пассажира Выбросило из машины Он скончался на месте Также погибла 17-летняя девушка Водитель и еще один пассажир Получили тяжелые травмы головы и позвоночника По данным ГИБДД, предполагаемый виновник ДТП Был треск Причиной аварии стала летняя резина Напомню, это не единственная трагедия На трассе Омск-Тюмени На минувшей неделе здесь столкнулись Два большегруза и микроавтобус От удара искореженные машины Загорелись, погибли 8 человек Среди них были дети Расследование на личный контроль Взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин Вдоль домов не ходить Возможен сход смертельных лавин Потепление преподнесло новый опасный сюрприз На краях крыш образуются Ледяные шапки и сосульки Размеры некоторых достигают Нескольких метров Эти сталактиты могут сорваться В любой момент Как заставить управляющую компанию Чистить крышу, куда обращаться И что грозит нарушителям Разбиралась Анастасия Донец Под ногами снежная каша Над головой ледяные глыбы Такую картину сейчас можно увидеть Во всех округах города С приходом тепла Некоторые многоэтажки Буквально угрожают жизни амичей Например, с этого дома В самом центре города Свисают не просто сосульки А настоящие снаряды замедленного действия В любой момент Под обстрел могут попасть пешеходы Чтобы избежать атаки сверху Люди стараются обходить опасные участки Но порой другой дороги просто нет Тогда приходится рисковать Я не могу следить У меня двое старших детей С 7 и 6 лет Бегут, бывает, по наддомам Пока мы идем на занятия Или куда-то И всякое может случиться В больнице рядом Площадки бегают И все, конечно, страшно Бить тревогу Жителям нужно в управляющей компании Очистка дворов, проездов и крыш домов От наледей и снега Обязанности обслуживающих организаций Средства на это заложены В статье содержания жилья Причем уборку должны проводить систематически Не дожидаясь, когда кто-то пострадает Но это в идеале На деле же не всегда так Мы заказали в нашем этом Альпинистов? Да, и альпинисты Они все позбивали Управляющая компания вам помогла? Или сами заказали? Нет, здесь мы сами платили Но управляющая компания, может, не успевает? Но занятость законов не отменяет Если коммунальщики не торопятся убирать сосульки И снежный завал из крыш Необходимо обращаться в жилищную инспекцию За недобросовестную работу там составят протокол И накажут штрафом до 300 тысяч рублей Если от такой халатности пострадают люди Суммы возрастут в разы Если человек получил какое-то повреждение здоровья Вызвать, рекомендуем, скорую помощь Все это в будущем позволит также обратиться В управляющую компанию В зоне границы ответственности Которая находится на обслуживании На квартирный дом, с которого упала сосулька И, собственно говоря, уже разрешать спор По поводу компенсации Если снег и сосульки свисают с козырьков Коммерческих зданий, магазинов и офисных центров То пожаловаться можно собственникам или арендаторам Они ответственны за соблюдение чистоты В случае, если претензии есть к административным зданиям Можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу города Анастасия Донец, Матвей Оленский, 12 канал Большой фронт работы коммунальщиков Остается сегодня на земле О том, как проходит уборка снега и льда Во дворах и что делать Когда обслуживающие организации Игнорируют свои обязанности Речь пойдет в новом выпуске программы Управдом А также с 1 апреля изменятся правила Оформления перепланировок помещений В жилых домах Станут ли требования более жесткими Какие документы потребуются Куда необходимо обращаться При желании переустроить свои квартиры На эти вопросы ответят мои коллеги В программе Управдом Смотрите новый выпуск Уже сегодня в 20.00 В прямом эфире показали Видео допроса школьника Который рискует сесть в колонию на 10 лет Сегодня выпуск программы Диалог с героями на 12 канале Впервые стал полноправной площадкой Форума Омская область Территория свободная от экстремизма и терроризма Он проводится в регионе уже в пятый раз И в этом году среди главных тем Профилактика терроризма среди подростков И информационные угрозы в период СВО Подробности в следующем материале Захват заложника, штурм и ликвидация Какой может быть судьба человека Ставшего на путь терроризма Красноречиво показали во вступительной экшн-сцене Диалог с героями Разговор с экспертами Представителями полиции и ФСБ Посвятили профилактике терроризма И экстремизма в подростковой среде В телеграме в основном происходят вербовки Украинских различных террористических организаций Которые в последующем поджигают наши военкоматы И прочие административные здания Как с этим бороться? Ты должен для себя анализировать то, что ты делаешь И к чему это все приведет Показательно, что этот школьник сам решил найти в интернете Нелегальную работу и нашел на свою беду Сейчас парень в СИЗО Расследование продолжается Между тем, наказание за диверсию или терроризм От 10 до 20 лет Если докажут, что имела место госизмена Вплоть до пожизненного Нередко на преступный путь становятся школьники У которых сложности в общении со сверстниками Проблема буллинга одна из самых волнующих для молодежи Как ее решать? Участники программы разобрали с психологом С тобой не о чем разговаривать Ты изгой в нашем классе Такое ощущение, как будто внутри ломают Внутри ломают, абсолютно верно Это подавление волевых качеств человека Как противостоять преступникам Минимизировать вмешательство в молодые умы И реагировать на сообщения о лжиминированиях Выпуск программы прошел в рамках форума Омская область Территория свободная от экстремизма Трехдневный образовательный марафон Включает в себя череду семинаров Театрализованные программы И многое другое Разговор о том, как не стать жертвой Манипуляции в соцсетях Продолжится завтра в Таре Денис Жарков, 12 канал Наука из уст профессионалов На Севере Омской области Прошел первый урок цифры В роли учителей выступили Федеральные разработчики Ведущих IT-компаний Мастер-класс прошел В Петропавловской школе Муромцевского района Девятиклассникам рассказали Об основных видах, инструментах И особенностях тестирования Программного обеспечения Сложную информацию подавали В формате виртуального квеста Задания были объединены Одним напоминающим детектив сюжетом Напомню, уроки цифры Запустили по всей стране В рамках президентского Нацпроекта «Цифровая экономика» Цель познакомить школьников С интернет-культурой и экономикой Повысить уровень цифровой грамотности Время самых солнечных людей Сегодня Всемирный день человека С синдромом Дауна Дата выбрана не случайно 21 день третьего месяца Символически связан с причиной Появления синдрома Это утроение 21-й хромосомы у человека Один из центров, который объединяет Свыше 600 семей в Омске Планета друзей Не только помогает им в детстве Но и подготавливает к взрослой жизни В том числе и с трудоустройством Подробнее в нашем материале Раннее утро 24-летний Павел Закаталов Уже спешит на работу Но находит пару секунд Чтобы познакомиться с нашей Съемочной группой И подарить свою по-настоящему Солнечную улыбку Павел молодой человек С синдромом Дауна И официальный сотрудник Компании «Сытная площадь» В декабре прошлого года Он успешно прошел стажировку И руководство приняло решение Оставить его в своей команде Он к нам пришел уже подготовленный Потому что в планете друзей Он уже имел навыки мастерства кулинарного Он там чистил картошку То есть ребятам они готовили Всему этому научили опытные педагоги С детства Павел посещает занятия В ремесленных и творческих мастерских Общественной организации «Планета друзей» Которая уже 16 лет занимается Поддержкой семей с особыми детьми А также помогает в социализации И дальнейшем трудоустройстве Молодых людей с ментальными нарушениями Потому что дальнейшая жизнь таких ребят В перспективе при уходе родителей Для них это только психоневрологический интернат И если они имеют работу И мы научим их самостоятельно проживать Перспектива жизни их намного улучшается И конечно без помощи родителей В решении таких сложных задач не обойтись Один из главных мотиваторов Павла Его мама Которая каждый день поддерживала и помогала сыну Все, что мы делали до сих пор С самого малого возраста и дома И на дополнительных занятиях Имело вот такой вот хороший результат Поэтому, конечно, я довольна из-за него и за себя «Планета друзей» активно продвигает Проект по трудоустройству ребят С ментальными нарушениями И Павел уже второй официально устроенный сотрудник С осени прошлого года В одной из кофеин города Трудится планетянин Ренат Молодой человек с расстройством аутистического спектра Он также успешно выполняет свою работу И получает зарплату на карту Ксения Пашкова, Анастасия Донец, Владислав Осинцев, 12 канал За первые два месяца года в регионе Произошло больше полусотни аварий В которых пострадало 55 детей Цифра почти на 40% выше, чем За аналогичный период 2023-го Сообщает в региональном управлении ГИБДД Чтобы снизить этот показатель К работе ведомства привлекают В том числе школьников в Омском доме творчества Сегодня собрались отряды Юных участников движения со всей области Для ребят провели испытания На знания ПДД в теории и на практике На современных тренажерах А также предлагали разобрать Различные дорожные ситуации Юные инспекторы активно участвуют В проведении социальных кампаний И акций профилактических мероприятий ГИБДД Нередко напоминание о необходимости Соблюдения правил от них Действует как на водителей, так и на пешеходов Эффективнее, чем беседы с сотрудниками полиции Это очень важное направление Потому что эти дети доносят сверстникам Важность соблюдения правил дорожного движения Сегодня здесь они не только получат Заслуженные награды То есть они работают круглосуточно Так же как и сотрудники ГИБДД Участвуют в конкурсах различных Обучают своих деток И в районах Омской области И в областном центре Благодаря юным инспекторам движения Мы пытаемся достучаться до всех участников Что важность соблюдения ПДД Это в первую очередь залог безопасности Позаботились о шедеврах двухвековой давности Омские реставраторы сотворили настоящее чудо Сумели восстановить ветхие гравюры Которые буквально рассыпались на глазах Как этот антиквариат оказался в России Тайно покрытым мраком Но сегодня ценные изображения хранятся В музее Меневрубеля Как удалось сохранить шедевры европейского искусства Расскажем в нашем материале Как и 250 лет назад Над гравюрой склоняется оценитель искусства Правда, на этот раз не создатель, а реставратор Эти изображения привезли в Омск Из-за границы еще в 90-х Многочисленные разрывы, заломы И даже утрата бумаги по краям Такими поношенными картины Предстали перед сотрудниками музея имени Врубеля И вот сейчас омские реставраторы Решили вдохнуть в бумажные руины новую жизнь Здесь два известных художника Художник английской школы Художник французской школы Это конец 18-го столетия Реставратор трепетно удаляет следы ремонта предыдущего мастера Изображение французского аббатства Мон-Сен-Мишель Резиновой крошкой очищает от пыли И подобно первоклассному хирургу Виртуозно орудует скальпелем Лезвием отделяет кусочки бумаги друг от друга Сборка бумажного пазла Процесс долгий и кропотливый Но результат стоит того Несколько месяцев упорной работы И теперь человеку, не знающему тайну починки гравюры Места разрывов не найти Имели многочисленные разрывы, потертости бумаги по краям И видно также, что были утраты Для спасения второго изображения Реставратор использует химическую промывку Вырезает заплаты И сажает пазлы на клей Но не ПВА, а специальный в его основе пшеничный крахмал Только так можно спасти вид на античный пейзаж Точно такая же панорама Мавзолея Шер-Шах-Сури сегодня хранится и в коллекции Эрмитажа А совсем скоро не менее яркая работа Будет радовать не столичную публику, а сибиряков Познакомиться с европейской культурой Мечи смогут на юбилейной выставке Посвященной столетию музея имени Врубеля И хотя еще два объекта исторической ценности спасены В мастерской реставрации графики работы еще много На очереди целый альбом гравюр Созданных по итогам путешествия по России Ангелина Рунова, Наталья Семенова, Санат Оксанов, 12 канал Над Омском пролетает зеленая комета Запечатлеть космическое явление удалось астроному Владимиру Крупко На кадрах сделанных ученым Понса Брукса Это криптовулканическая комета, которая представляет собой ледяной вулкан Ее яркость растет, максимум она достигнет 21 апреля Но вот увидеть ее без специальной оптики не получится Зато у Амичей шанс запечатлеть чудо с помощью фотоаппарата Для этого необходимо направить объектив под созвездие Андромеды Отличить комету от обычных звезд можно по характерному зеленому оттенку Она необычная, она летит перпендикулярно плоскости вращения планет Благодаря этому, несмотря на то, что она близко к Солнцу Мы ее все равно можем видеть, но только вечером И только в оптику Яркости не достаточны, чтобы видеть глазом Далее прогноз погоды Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках И на Ютьюбе Найти их можно и на сайте 12канал.ру Также вы можете предложить свои новости Прислать их нам по электронной почте Или позвонить в редакцию по телефону 695 641 Оставайтесь с нами Завтра 22 марта в Омске переменная облачность без осадков Ночью минус 8, минус 10, дневная температура 2-4 градуса ниже нуля В районах облачно ночью минус 10-11, днем 5-6 градусов холода Ветер юго-западный 3 метра в секунду Атмосферное давление составит 755 миллиметров артутного столба На этом наш выпуск завершен Всего вам доброго и до встречи на 12-м канале Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова